На базе института РУДН диктант победы писали студенты из Туркмении, Таджикистана, Узбекистана, Молдавии и Абхазии. Присоединились к всероссийской акции и преподаватели, в том числе и ректор института депутат Надежда Козлова. Она отметила, что все педагоги с удовольствием зарегистрировались сами и усиленно информировали местных жителей, где именно и когда можно написать диктант победы. Встречали адлерцев и на входе в здание. Мне было интересно проверить свои знания, насколько глубоко я знаю историю Великой Отечественной войны. И поняла, что есть еще много интересных моментов, которых я не знаю. И обязательно открою интернет и посмотрю правильные ответы. Большинство вопросов были понятны и легкие, но, конечно, некоторые вызвали сложность, особенно вопросы с картинками, так как там нужно не только знать даты и места, но еще и иметь зрительную память очень хорошую. На прохождение теста 45 минут. Вопросы, разработанные историками, посвящены датам, событиям, военной географии, историческим личностям, плакатам военной эпохи, художественной литературе и памятникам. Всего в Сочи в диктанте победы приняли участие 464 человека. Итоги будут подведены 12 июня. Проверить свой результат можно будет по индивидуальному номеру на сайте акции. Продолжение следует...